Дорогие отцы, священнослужители, братья и сестры, я вас сердечно поздравляю с Вознесением Господним. Мы слышали евангельское чтение и в деяниях апостольских, и в сказании от евангелиста Луки о том, как Господь, совершив свой спасительный подвиг, возвращается к Своему Небесному Отцу. И, конечно, в недоумении были ученики Христовы, они не могли постичь всего того замысла, с которым пришел Господь на землю, и им постепенно открывалось каждое следующее явление Божьей мудрости и Божьего промысла о спасении нашего мира. Даже когда Он вел их с собой за то Божественное Вознесение, если сказать по-славянски, вел на гору Елеонскую, то они спрашивали, не в это ли время наступает Царство Небесное, думая, что это уже конец человеческой истории. Они не могли предположить, что еще две тысячи лет после них будут жить люди, и мы с вами станем причастниками этого события, ибо оно тоже лежит в деле спасения Бога и промышления Его о нашем мире. Поэтому Господь правильно отвечает, праведно о том, что апостолам не дано, как ограниченным людям, как всем нам, знать тайны Царства Небесного, знать все те желания Господня о спасении мира, которые знает только Он, как Творец и Промыслитель. Поэтому заповедуют им делать то, что нужно от них. И одно из этих поручений – оставаться в Иерусалиме, чтобы они приняли благодать Святого Духа. И в этом новом обновленном состоянии они разойдутся по всему миру, чтобы проповедь о воскресении Христовом, о Святой Троице дошла и до нас. И так и есть, и исполняя Божьи поручения, человек сам пребывает в радости и счастье, и какой большой плод принесли апостолы из послушания к своему небесному Учителю. Но я хотел бы заметить один момент. Тогда, когда Христос вознесся на небо, а ученики в недоумении смотрели вверх и не могли постичь, как это произошло, и что же будет дальше, для их вразумления являются ангелы Божии, которые говорят о том, что не надо удивляться всему, что вы видели и что вы слышали, а Христос, Сын Божий, так же, как Он вознесся на небо, вновь вернется, чтобы уже судить этот мир. И мы в символе веры отмечаем эти события. Они являются важнейшей спасительной составляющей нашей веры. Мы верим в воскресение Христова, в Его Божественное Вознесение, и паки грядущего со славою, судите живых и мертвых, Его же Царствию не будет конца. Действительно, Царство Божье бесконечно во времени и пространстве, потому что оно есть Царство Живого Бога, Творца этого мира, Источника жизни, Который дает нам возможность здесь получить Его благодать и пользоваться Его Божественными энергиями для своей жизни. Но знаем точно, что если Господь в первый раз пришел, чтобы не судить мир, а спасти мир, как Он сам об этом сказал, и мы читаем это в Евангелии от Иоанна, то второе Его пришествие будет временем и пришествием правды, когда Бог покажет не только свое милосердие, но и свою справедливость. А именно такой Он и есть. Он и добрый, милосердный, сострадательный и нам, но Он же и справедливый, потому что грех и зло – это то, что враждебно Богу, то, что противостоит Богу. И если человек заражен этой греховной злобой, то он не может пребывать с источником света, пока не очистит свое сердце и душу. Именно поэтому в тот момент Господь нам даровал время для изменения. И время не только для тех, кто жил во времена Христа, а для всех тех поколений, людей, которые населяют нашу планету и продолжают жить на земле до второго пришествия Христова. Поэтому сегодня надо помнить, что Господь не оставил нас как сирот. Он придет обязательно, придет и будет по правде, смотря в наше сердце, открывать нам наше дальнейшее пребывание в бессмертной жизни. И это так важно, что ангелы сами явились, чтобы подтвердить апостолам всю важность и неотвратимость этого события. Ибо так в замысле Божьем любить этот мир, но быть и справедливым к этому миру. Ибо Бог есть таков, Он не меняет себя, но ради нас, принимая человеческую плоть, помог исцелиться нам от страстей и грехов. И в таинствах Церкви предлагает нам спасительную возможность быть чистым сердцем, быть светом миру, быть любимыми Божьими чадами и наслаждаться красотой Божественной любви и Его жизни. Я желаю в этот праздник и вам Света Божественного. Это особый день. Конечно, с нами сейчас нет по плоти Христа, разве в том событии, которое сегодня происходит за Божественной Литургией, когда мы причащались к телу и крови Его. Но мы не можем с Ним поговорить. Мы не можем, как Фома или Петр, сомневаясь, вопросить Его. Но это и не требуется, потому что Он уже все дал нам, все рассказал, все подтвердил. Кто не верил чудесами, уверил о своем Божественном состоянии и о том, что Он Сын Божий, о том, что придет судить живых и мертвых. Поэтому сегодня пусть Господь укрепит нас в нашем пути. Может, мы немножко ощущаем эту скорбь о том, что нет Его, и мы не лицезреем Его так, как лицезрели апостолы. Но зато мы четко понимаем, что облаженные, не видевшие, но веровавшие. И нам Господь, как последним, кто знает по времени Его здесь на земле, не оставит нас без награды, потому что по той самой притче, которую Он когда-то сказал своим ученикам, и первые, кто трудились, и последние, кто только пришли в виноградник Христов, все получат достойную награду. Так и говорит Иоанн Златоуст, приходите, пейте от этой воды жизни, пользуйтесь Божественной любовью и Его благодатью. На всех хватит. Я поздравляю вас с этим прекрасным праздником Вознесения Господня, и пусть благодать Божия пребывает со всеми нами. Аминь.